Многие выставки и музеи уже сейчас закрыли свои экспозиции. Концертные залы отменили выступления артистов. Однако это не значит, что вся культурная деятельность в городе пришла в упадок. Например, Центр классической музыки предлагает посетить концерты виртуально на своем сайте. Областной дворец культуры и искусства разработал свой формат. Фактически это будет такое живое общение, хоть и в онлайн режиме с публикой и даже возможно будут какие-то концерты по заявкам и так далее. Поэтому сейчас каждое учреждение находит для себя какую-то форму, которой возможно работа в этом особом для нас режиме и чтобы культурная жизнь во Владимирской области не прекращалась. Спектакли Владимирского областного театра «Кукол» теперь можно посмотреть в интернете. 25 числа можно будет увидеть постановку для самых маленьких «Репка». 27 марта покажут «Матрёнин двор», а 31 примеру сказки «Богатырь Илья из Мурома». Все спектакли транслируют в 11.00. Узнать подробное расписание и увидеть онлайн спектакли можно на официальном сайте областного театра «Кукол». Владимирский академический театр драмы тоже переходит в формат онлайн-трансляций. Каждый день в 6 часов вечера на официальной странице ВКонтакте все желающие смогут увидеть лучшие спектакли театра драмы. Первый из них Андрей Боголюбский покажут завтра. Некоторые спектакли есть шанс увидеть только на этой онлайн-трансляции, потому что в них заняты актеры, которые уже, к сожалению, нет с нами. Таких, как Михаил Васильевич Асалов, народный артист России, заслуженный артист России Людмила Акинина. Но спектакли эти живы, записи существуют. Мы никогда не выкладывали их в свободный доступ. И вот только сейчас в связи с этой ситуацией решили поделиться нашим таким замечательным архивом с Владимирским зрителем. Библиотеки тоже закрыты для посетителей, но работают считателями дистанционно. На сайте Владимирской областной научной библиотеки доступны услуги в разделе «Библиотека онлайн». У всех желающих есть возможность бесплатно читать книги и статьи в электронной библиотеке «Земля Владимирская», узнать о наличии необходимого издания в электронном каталоге библиотеки и свободном каталоге библиотек Владимирской области, бесплатно воспользоваться услугой электронной доставки документов, а также проконсультироваться с библиотекарем онлайн. А зарегистрировавшись на сайте, можно читать художественную и научную литературу. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи также предлагает читать книги через интернет. Позвонив по телефону 33 64 66 и назвав номер своего читательского билета, можно получить логин и пароль для бесплатного пользования популярным сайтом с электронными и аудиокнигами. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».